Зовут меня Адам Фурманенко, я работаю в Амазоне, и мы немножечко поговорим о том, что же там под капотом Async в C-Sharp, и почему эта штука не работает, и как она может работать лучше. Хорошо. Адам, ты упомянул, что работаешь в Амазон. Подскажи, пожалуйста, в Амазоне есть что-то связанное с .NET? Говоря об использовании .NET, зависит от команды. Ну, моя организация не особо использует .NET, но я знаю других ребят, другие команды, где они используют гораздо больше. Здорово, очень любопытно. Тогда как так получилось, что ты выступаешь с докладами, а .NET раз не работаешь? Я много лет был .NET разработчиком, до того, как стал частью команды Амазона. Даже блог по-прежнему на тему веду работу с .NET, когда у меня есть свободное время. Просто люблю платформу. И, в принципе, все презентации, которые я провожу, основываются на моих личных проектах, сторонних проектах, которые по-прежнему, вы знаете, в свободное от Амазона время. Делаю работы с другими командами тоже. Вот так вот. Хорошо. Спасибо, Адам. Теперь давай перейдем к твоему докладу. Тебе слово. Замечательно. Я так полагаю, экран мой видно. Меня зовут Адам Фурманек. Добро пожаловать на мою презентацию Async. Самая страшная ошибка C-Sharp. Хочу обозначить важную тему. Объясню, почему механизмы Async и Await плохо работают в C-Sharp и в целом на платформе .NET. Нужно понять изначально, что, несмотря на то, что это звучит как будто я тут жалуюсь и ругаюсь, я не пытаюсь вас обескуражить. Не пытаюсь вам сказать не использовать механизмы Async и Await. Они замечательно работают на других платформах, но повлияют на другие платформы. И они могут повлиять на другие вещи, которые уже развернуты на платформе. И так как Await развернут, так он развернут, у него есть некоторые недостатки. И многие программисты не знают о них, но эти недостатки влияют на те решения, которые программисты предлагают. И теперь давайте поговорим о том, почему же Async не работает, почему имплементация Async — это большая страшная ошибка. И посмотрим, как, в принципе, работает механизм. Давайте начнем. Пару слов обо мне. Как я уже говорил, я работаю сейчас в Амазоне. Я занимаюсь машинами по обучению. Также блогер, выступая. Посмотрите на мой блог Адам Фурманекдел. Пиел, вернее. Пишите по Твиттеру, по почте, голубиной почте. Также я автор .NET Internals Cookbook. Если вас интересно, что под капотом там у .NET, о том, как там многие детали нижнего уровня работают, посмотрите на эту книжку. Итак, о чем мы поговорим? Мы посмотрим, почему Async не самый хороший механизм, как бы его, главным образом, недостатки. Во-первых, мы поговорим о важных моментах, таких как, почему так много ресурсов нужно использовать, и почему используется скрытое состояние, почему используют глобальные переменные, и, таким образом, почему это решение плохо интегрируется в платформу с .NET Rattime, которая уже есть, или с другими C-Sharp фичами, которые мы можем использовать, или которые мы использовали раньше. До того, как Async стал частью языка. И поговорим о том, почему Async ломает фундаментальные принципы программирования, которые мы знаем про солиды и так далее, просто, ну, ломаются в Async. И, в конечном итоге, мы просто посмотрим, как все это может стать лучше. Чтобы недостатки данные, обозначенные, нивелировать. Во-первых, дорого, дорого использовать этот механизм, не углубляясь в детали. У меня есть отдельная презентация, которая называется Internals of Async на YouTube на эту тему, но каждый метод, который вы имплементируете, который включает в себя Modifier Async, он переводится компилятором в Meshing State, и это большой State. Таким образом, в этом методе у нас четыре логические части, и три ключевых слова Await здесь, и изначально этот метод был компилирован в что-то вот такое. То есть здесь нет Async модификатора. И здесь, посмотрите, билтер, и какое-то красивое имя, нижнее подчеркивание, нижнее подчеркивание, один. Но если мы посмотрим на весь код компиляции, то мы посмотрим, что изначальный метод здесь компилируется что-то вот такое. И это почти 140 строчек кода, просто чтобы поддержать вот один вот этот простой метод, который у нас тут есть. Пару ключевых слов Await, пару-тройку, да? То есть поэтому компилятор каждый раз это делает для каждого Async метода, который мы используем. Асинхронного метода, который мы используем. Обычно мы об этом не думаем, о том, сколько нам все это стоит, но проблема есть, она под капотом, и чем больше методы становятся асинхронными, чем больше у нас используется модификатор Async, вот это все будет в кучу накапливаться. И если мы посмотрим на то, вообще на основании чего это работает, мы посмотрим, что task-класс — это класс, это не структура, это класс. И поэтому он находится на хип, на куче. И в итоге Garbage Collector будет так или иначе пытаться его как-то собрать. Так как он находится на хип, то, соответственно, нужно, чтобы референсы были переработаны, нужно их третчить и так далее, и так далее. То есть мы платим здесь немало. Майкрософт в определенный момент понял, что этот task достаточно дорогой, и они создали другой value task, видите, структура, которая должна быть использована в этих асинхронных сценариях, в которых мы просто возвращаем значение. Есть еще пара вариантов здесь, такие как value task source. I value value task source — это еще один механизм для нас, чтобы избегать аллокации подобных типов инстансов, когда нам нужно вообще, нужно было бы работать асинхронно. Я рекомендую посмотреть на блокчатапе, где он пишет. Midori — это операционная система, которая использовала микрософтовская исследовательская группа, где весь API работал на асинхронном входе, и все работало с новой Async и Await, но там было отличие. Большие task были на стеке, там были структуры, поэтому стоимость аллокации в этой ситуации, ресурсная стоимость была меньше. C-Sharp решил это имплементировать иначе. Task изначально был классом, но по-прежнему является классом, и поэтому использовать его дорого. Насколько дорого? Microsoft Blog даже об этом пишет. То есть в целом, каждая операция Await потребляет пару сотен байтов в памяти. Не говоря уже о времени, который измеряется в микросекундах, то есть если вы завершаете операции синхронно, то память, дополнительные издержки памяти могут быть ниже, если задача не generic типа, или это может быть 80 байтов. Но если наступает асинхронность, вам нужно физически блокировать страд в операционной системе, то стоимость использования такого решения сильно растет. Пару сотен байтов для каждого вызова функции. И далее мы можем посмотреть на ваши селерстаки или коустаки, чтобы посмотреть, сколько там методов у вас на самом деле есть, и лучше не станет, потому что асинк будет только больше и больше превалировать. Теперь давайте посмотрим, почему асинк использует скрытые состояния. Обычно, что мы узнаем про асинк и Await? Вы просто вот ставите асинк сюда, Await туда, и метод просто работает. Вот, и все. Обычно, что в туториалах не упоминают, это то, что асинк и Await используют такую штуку, под как она называется синхронизационный контекст, чтобы распределить задания между фредами правильным образом. В чем здесь фишка в синхронизационном контексте? Есть некая структура, которая позволяет вам взять какой-то элемент кода и просто запустить его. Вам все равно, когда, как, на каком фреде, линейный, нелинейный, синхронный, асинхронный, неважно. Синхронизационный контекст уже решает эту проблему, и сделать так, чтобы все было рабочим. Но здесь есть некоторый вопрос. В зависимости от типа приложения, которое вы запускаете, у вас получается то или иное поведение. И в зависимости от того, что вы запускаете, то код, который вы написали, может работать корректно с одним типом приложения, ломается, когда вы переходите на что-то другое. И мы увидим подобный пример очень скоро. Так вот, хочу, чтобы вы чуть больше понимали, что такое синхронизационный контекст, и какой у нас бывает он. Когда вы запускаете консольное приложение, то это приложение не использует никакой синхронизационный контекст. То есть все задачи, которые вы реально запускаете, используя Async и Await, если им нужно продолжить определенным образом асинхронно, они работают на ThreadPool. Таким образом, они работают, используют другой Sketch, дефолтный Schedule, дефольный обильный таск ThreadPool, и вот как они выполняются. И вы можете представить, потому что у нас много трэдов в ThreadPool, то становится гораздо сложнее прийти к сценарию дедлока взаимной блокировки, потому что у нас есть трэд, на который все может работать. Но если мы переходим на WinFarm, например, WPF, WinRT приложения, то принцип, который стоит за десктоп-фреймворками, составляет в том, что у нас трэд-то только один, который может модифицировать контрол UI-кнопки, списки и так далее. Таким образом, когда вы запускаете какое-то приложение Await, и потом у вас Continuation, которое нужно как-то назначить, то эффективно происходит использование одного единственного трэда, так как ThreadPool только один, все, происходит дедлок, взаимная блокировка на одном трэде. И, в принципе, ситуация такова для всех ASP.NET приложений, потому что мы заинтересовались здесь не в том трэде, который может модифицировать элементы UI, мы заинтересовались больше в конкретном NetCore, с которым мы сейчас работаем. То есть, ASP.NET синхронизировал ваше продолжение с некоторыми многочисленными Thread'ами, он при этом также убеждается в том, что все это работает в контексте одного и того же ASP.NET Core. То есть, все Continuation'ы работают друг за другом. Друг за другом. Microsoft в какой-то момент понял, что такого рода синхронизационный контекст делает вещи только сложнее, и они удалили его и из ASP.NET Core, но по-прежнему есть очень много кода, которые подполагаются на синхронизационный контекст. И таким образом, в этой ситуации только один Thread может что-то модифицировать, что ведет потенциально к проблеме. Более того, синхронизационный контекст глобальный порой. Поэтому мы никогда, никогда не делаем Task.Wait, потому что далее, вот самый важный слайд в моей предложении, мы должны использовать Async вверх и конфигур вниз, для того, чтобы никогда не капчивать синхронизационный контекст. Иначе мы попадем в DatLog. Давайте посмотрим, как у нас происходит, как у нас происходит, как у нас множится синхронизационный контекст. Замечательно. Вот, посмотрите, данный метод запускает какой-то процесс обработки данных, и здесь есть Await. Посмотрите, если вы поймете, как это работает под капотом, каждый раз, когда вы посылаете запрос в процесс процесс Data Async, то вы начинаете выполнять вот эту часть кода сразу же, моментально. Таким образом, посмотрите, здесь UI Thread, и затем мы переходим, продолжая работать на UI Thread, на том же Thread, и вот это тоже выполняется на UI Thread. Таким образом, у нас Configure Await False, таким образом, мы видим, что нам не нужно здесь Capture синхронизационный контекст, но мы никогда не знаем, вот Download Async блокирует или не блокирует, завершил он синхронно или не завершился он синхронно. Если он завершился синхронно, то мы не включаем, не выключаем никакой Thread, то есть просто происходит продолжение, немедленно, сразу же, то есть это продолжение, по-прежнему можем продолжаться на UI Thread. Как правило, мы предположили бы, таким образом, данное продолжение будет выполняться где-то в другом месте, наверное, на ThreadPoolе нашем, замечательное. Таким образом, мы продолжаем на ThreadPoolе, а вот эта строчка, опять же, будет выполняться на ThreadPoolе, на ThreadPoolе, опять же, происходит продолжение дальше на ThreadPoolе, и так метод, в принципе, работает нормально. Но не здесь, обратите внимание, мы здесь не уточнили, что здесь configure AwaitFalls, мы не обозначили, что мы не хотим капчурить синхронизационный контекст, то есть на самом деле мы его капчурим вот здесь, и вот это продолжение, это продолжение будет работать на UI Thread, и мы опять на этой строчке находимся на UI Thread, таким образом мы модифицируем элементы контроля. То есть, видите, так вот синхронизационный контекст мы не видим, а он размножается. Давайте посмотрим на этот код, в котором есть некоторые асинхронные операции, и назовем эту операцию, опять же, пошлем запрос к этой операции, синхронно, и асинк и ауэйт все должны быть выше в нашем стеке, выше все должны быть в нашем стеке. А что здесь происходит? Мы запускаем эту операцию, и это продолжение выполняется вот в этом синхронизационном контексте, который был закапчен здесь, в этой точке. И так как мы работаем в консольном приложении, то здесь нет синхронизационного контекста, это значит, что данное продолжение запустится на ThreadPoolе нашем. Так как оно работает на ThreadPoolе, то оно может выполниться корректно, и в какой-то момент эта операция .wait завершится, потому что продолжение будет выполнено правильно и правильным образом. Что же происходит? Если мы возьмем тот же самый код, и мы поменяем тип приложения, и мы перейдем в UI-фреймворк, посмотрите, здесь у нас опять же асинк операция, которая нас ждет одну секунду и пытается постить продолжение на синхронизационный контекст, потому что у нас нет configure await false. Помните, как в прошлый раз? В то же время мы посылаем запрос на .wait вот в этой строчке. То есть продолжение отсюда обращается в синхронизационный контекст, который работает на UI-фреймворк. Но тем не менее, UI-фреймворк вообще-то эффективно заблокирован вот здесь, потому что он ждет продолжения. Таким образом, у нас только один фреймворк по-прежнему, дедлог налицо, и данное приложение просто зависнет навека, навечно, потому что продолжение никогда не выполнится. Что же мы здесь можем исправить? Теоретически, это несложно, потому что мы всегда можем просто добавить configure await false, и затем продолжение будет использованием, будет работать используя capture synchronization context. и таким образом мы говорим, что делать не надо, и, соответственно, используются ресурсы с RedPool, то есть, в какой-то момент задача выполнится, и wait-операция тоже выполнится. Интерфейс, наверное, повисит секундочку, но, по крайней мере, приложение продолжит работать. Кажется, ну, не просто это решить, но, к сожалению, не все так просто, потому что мы можем конкретно, явственно, эксплицитно сказать, что, несмотря на то, что операция должна работать на UI-thread, если мы что-то такое делаем, типа invoke, что под капотом обращается к UI-thread и говорит, пожалуйста, выполни вот эту строчку на UI-thread, что происходит дальше? UI-thread, опять же, блокируется вот на этой dot-wait-операции, и эффективно мы наблюдаем deadlock. Таким образом, configure await false решает некоторые проблемы здесь, но не обязательно это волшебная таблетка, которую нужно применять каждый раз, и sync должен быть наверху, и никогда мы не должны синхронно ждать завершения задачи. Это дополнительная таска. Configure await false должен быть внизу при этом, в нашем коде. Почему? Потому что, посмотрите сюда, вот у нас есть button one click, который, соответственно, посылает запрос к операции wait one, и затем синхронно ожидается, пока эта операция закончится. В wait one мы ждем wait two потом, и мы не хотим здесь capture синхронизационный контекст. Затем то же самое происходит с wait three, и то же самое wait одну секунду, и тоже нам не нужно здесь capture синхронизационный контекст. Тоже configure await false мы здесь написали. Замечательно. Это продолжение должно выполниться на тренд-пуле. Замечательно, казалось бы. И если выполняется на тренд-пуле, то интерфейс возможно там на секундочку замороться, но по-прежнему продолжение сработает. Что происходит вот здесь? Обратите внимание, мы не обозначили здесь configure await false в этой точке, то это продолжение будет выполняться на UI-трейде, и UI-трейд уже, опять же, вот работает с get awaited get result. Опять же, мы обозначили configure await false здесь на более высоком уровне код стека. Мы не указали его специфически вот здесь вот. Продолжение будет пытаться обратиться к UI-трейду, и наше приложение опять загнется. То есть, нам нужно всегда это помнить. Async внизу, configure await false, веря, господи, await вверху, configure await false внизу. Потому что синхронизейшн контекст это глобальные переменные. Если вы запускаете вот такой вот, например, unit test, любым юнитом создаете, например, новую форму, и затем вы просто await операцию, и вы не указываете здесь configure await false, происходит вот что. Казалось бы, простой тест, но тест входит в deadlock. Почему? Потому что, когда вы создаете новую форму, эта штука под капотом заменяет синхронизационный контекст для вас, потому что ей нужен синхронизационный контекст. и вам нужно await операцию для другого синхронизационного контекста. Таким образом, код не знает, что continuation отсюда вообще будет выполняться. И ожидания происходят таким образом бесконечно. Что же мы можем здесь сделать? Посмотрим на то, как можно модифицировать синхронизационный контекст. Это глобальные перемены. В суточном случае, посмотрите. Затем мы берем синхронизационный контекст и заменяем его тем значениями, которые мы заканчивали ранее. Это статический глобально доступный метод, который доступен для всех эффективно. Любой может участвовать в синхронизационном контексте. Вы просто манифицируете его для вас. Вот что происходит под капотом. Поэтому Async and Await не работает, потому что он полагается на глобальное состояние, которое любой в любой момент может модифицировать. Замечательно. Async и Await не интегрируются так хорошо, как мы хотели бы с платформой. То есть с тем, что у нас было в языке ранее. Первое, что мы хотели бы объяснить, это то, как работает с исключениями. Мы используем для этого таски из TP-лайбереж, чтобы творить волшебство, чтобы скеджулить таски. И в чем дело с тасками? У них всех может быть exception. У нас могут быть exception, которые могут быть агрегированы используя тип aggregate exception. И так как у нас есть aggregate exception, а Await не использует aggregate exception, то ему приходит мы можем на самом деле некоторые из exception пропустить, хотя они были правильно зафиксированы. Так вот, посмотрим на этот код. Мы создаем здесь два таска, и таск-тайп, опять же, мы не создаем здесь линейную серию тасков, которые будут выполняться, мы по сути создаем древо, древо этих тасков. И вы можете здесь наблюдать, у нас есть два exception, одно из первого таска, а другое называется second task, exception, exception из второго таска, и затем мы Await этот таск. Но, посмотрите, на выходе мы получаем только одно из этих исключений, только одно из этих exception, второй exception мы просто потеряли, и мы не можем его извлечь, не можем получить к нему доступ, с нашей точки зрения просто этот exception исчез. Что же мы можем сделать, как же мы можем извлечь этот exception правильным образом? Мы эффективно должны использовать tpl-код, то есть вернуться к прежнему решению до того, как появился мир Await, нам нужно создать продолжение, которое будет вот как раз folded task здесь выполнять. Мы добавляем здесь флаги, и мы видим, да, мы получаем второй exception, и где-то здесь должен быть первый exception, да, замечательно, в нашем output. Вы видите, I think Await работают, но они не интегрированы в платформу правильным образом. Далее, что же мы еще тут можем сделать? Если говорить об exception и async, async void метод, наверное, должен нам помочь, и мы должны использовать async task максимально часто. Почему? Потому что async void это метод, который работает на основании так называемого out-of-band режима, если говорить об exception посмотрим на код, который мы сейчас выполним. Что мы делаем в этом коде? Мы используем метод async void, который ждет 300 миллисекунд, и затем exception замораживает. Мы стараемся в нашем catch-блоке, мы используем этот метод дважды, мы хотим обработать все exception и затем мы что-то там печатаем, ждем 300 миллисекунд, и опять даем код сообщения. Опять, вернее, принято что-то. Таким образом, у нас есть этот exception и мы вот эти строчки кода after sleep и done печатаем, это значит, что в этом часть выполнена. Даже если у нас был exception, даже с ним мы ничего не сделали, приложение по-прежнему работает. Тем не менее, обратите внимание, вот у нас был throw этого exception, но если мы в серединку добавим delay, то да, sleep у нас был как бы полторы секунды, это значит, что этот throw метод завершается до того, как thread sleep task. То есть, я могу capture этот exception и скетчблок его использовать, но этого не происходит и хуже, что мы получаем только строчку after try и в этой строчке мы видим, а на самом деле процесс не был выполнен. То есть, какой-то там случайный sleep где-то там в дебрях кода меняет поведение нашего кода, потому что throw exception происходит вообще не там. Мы можем поменять async void на async task. А что теперь случится, если мы не await этот метод, и, хотя ход нам говорит, здесь должен быть await, но тем не менее, мы видим, что код выполнен с правильным образом, но exception вообще никаких не было зафиксировано. то есть, их просто система подавила. Мы можем получить к ним доступ, если попросим garbage collector там с event handler, с tax handler разобраться, тем не менее. об этих вещах несложно забыть, и мы уже видим, что платформа меняет свое поведение, exception исчезают, просто потому, что мы забыли эти ключевые слова. Так вот, вот что происходит с exception и есть пара других вопросов, как async и await не интегрируются с платформой правильным образом. итак, если говорить о том, что, если говорить об await async void, ой, оказывается, мы не можем await async void, но по-прежнему мы вынуждены использовать async void во многих местах кода. Например, популярный повод использовать, например, для event handler в десктопных приложениях. Как же мы тогда await async void? Как мы работаем с этим методом? Напрямую мы не можем этого сделать. Мы можем имплементировать элемент платформы. Посмотрите, что мы сделаем? Мы будем await async void метод, реализуя синхронизионный контекст и task scheduler. Мы их имплементируем. Вот у нас есть этот метод async throw, который, соответственно, ждет стек, а потом кидает нам exception. Это у нас в custom до-schеджуле, в custom нашим синхронизионном контексте. Это может быть правильно, и таким образом наше исключение, наш exception будет разумножаться. Затем мы можем имплементировать синхронизионный контекст. Опять же, если мы хотим что-то здесь run сделать, то мы заменяем оригинальный синхронизионный контекст с нашим назначенным, нашим тастом, и затем системы используем тастфактори, тастфактори, который мы сделали здесь вверху, который скрывает дефолтный скеджулер и использует наш кастомный скеджулер. То есть, мы хотим избавиться от механизмов, которые встроены в эту платформу. Вау! Мы избавляемся от дефолтного страдпула, дефолтного тастскеджулера. Мы используем только свои кастомные штуки для этого. Замечательно, в кавычках. И эффективно таким образом мы используем наш кастомный синхронизионный контекст, наш кастомный скеджулер, берем все наши тастки и выполняем их одно за другим. И если там будет какой-то эксепшн, ничего страшного, эксепшн будет отсеян. И так как мы это выполнили в этом методе task.run, то у нас есть тастк, который мы просто можем вернуть. Таким образом, мы используем наш helper method, synchronization кодекс, helper method, чтобы запустить метод throw, и затем мы можем назначить sleep, делать все, что там угодно, потому что у нас уже есть этот тастк, который мы можем позже сделать с ним .await, .wait, и вы видите, здесь есть catch-handler, который как раз правильным образом обращается с эксепшном. То есть, видите, система нормально поглотила эксепшн и обоснованно напечатала нам код строчку .tan. То есть, мы можем сделать weight с методом async void, но вы видите, сколько нужно здесь еще подкрутить всего, чтобы все эти эксепшн поймать. Далее, если говорить о методе async void, вы можете сказать, подождите, нам же не нужно использовать async void метод. Это не конец света, история на этом не заканчивается, потому что погодите-ка, в C-sharp есть еще одна штука, это void, с нашей точки зрения, называется конструктор, констрактор. Суть констрактора состоит в том, чтобы вернуть тот инстант того типа, который мы сделали, но task чего-то из констрактора мы не можем вернуть, с исключением, если это ситуация, когда это констрактор типа task, но в нашем случае этого нет. То есть, мы не можем использовать асинкронный конструктор, потому что мы не можем назначить асинк на констрактор, потому что тогда мы вернем task, который не позволено вернуть. Таким образом, вместо этого нам нужно использовать асинк-констрактор паттерн, который по сути работает на основании принципов, что у нас есть private констрактор, вот здесь вот, который никогда не показывается, не открывается. У нас есть factory метод, статический метод, который создает инстанс, который запускает initialize асинк метод, и что в итоге ведет к всей этой необходимой магии, чтобы инициализировать объект. С этим подходом тоже есть проблема, потому что есть очень много кода, который полагается на конструкторы. Более того, конструктор это суперважный примитив вообще объектного программирования в принципе, поэтому если вы создаете объект, и как бы делает такой фактор метод, в принципе, это противоречит идее имплементации приложений. не говоря о том, что есть классы, которые полагаются на конструктор, чтобы создавать инстансы, или есть в библиотеке JSON, которая делает парс-объекты. То есть, если мы используем какой-то кастомный метод, все эти механизмы в принципе понятия не имеют, что они там используют или что можно использовать, чтобы инициализировать наши инстансы. Таким образом, это еще один момент, когда асинг и await некорректно интегрируются в платформу. Но это еще не конец света. Продолжим. Мы не можем использовать lock и await вместе. Если мы посмотрим, как у нас равнажается контекст, как нас плодится, мы не можем здесь специфицировать конфигуру await, то есть, предложение может происходить на любом thread, не обязательно на этом одном thread. таким образом, что происходит здесь после того, как мы перестали ждать истяжкло время ожидания продолжения, меняется threat. Таким образом, у нас lock не будет, не говоря о том, что даже если мы ждем вот эту операцию здесь, то мы эффективно выполнили бы этот момент, чтобы lock был освобожден. То есть, это тоже противоречит той операции, которую мы хотим сделать. Но мы знаем, что ключевое слово lock компенсируется на monitor enter, monitor exit под капотом. То есть, мы можем, в принципе, так код и имплементировать. То есть, вместо того, чтобы использовать lock, мы делаем monitor enter, мы печатаем thread, и затем происходит await, и затем мы, опять же, печатаем, на каком thread мы закачиваем. Все началось на thread 1, и потом нам система код пишет, что мы на thread 4. И более того, мы еще и выловили наши исключения. Почему? Потому что мы старались релизить монитор здесь, который был занят другим на другом thread. И этот монитор, опять же, был освобожден задолго до того, как операция завершилась. То есть, мы знаем, что lock здесь защищен, и компилятор нам скажет, что здесь у нас ошибка. Как насчет нативного кода, как насчет взаимодействия с другими технологиями, как насчет системный mute access, который мы хотим использовать, потому что для них мы будем использовать код, который у нас вот здесь. То есть, мы берем лог, мы делаем что-то, затем вручную конкретно пускаем этот лог, и не можем использовать ассифронное программирование, потому что он не работает. Нам нужно полагаться на другие библиотехи, такие как AsyncX, чтобы представить синхронизации примитива, которые мы можем использовать между синхронными контекстами. Но все, что нам было дано до этого, например, примитивы определенной системы, то, в общем-то, мы их использовать не можем. Продолжая с последней нашей большой части презентации, Async, опять же, разрушает фундаментальные принципы программирования, которым нас учат в школе, на работе, в университете на работе. То есть, код должен все-таки подчиняться каким-то общим, так сказать, здоровым практикам, чтобы код работал лучше, чтобы код было проще обрабатывать, чтобы он был просто как-то красивше и по книге. И Async не очень хорошо работает с подобными принципами. Первый принцип, который разрушает это, никогда не нужно, чтобы был wait без тайм-аута. Это фундаментальный принцип параллельного программирования. Когда у вас есть что-то, когда у вас есть wait, всегда у вас должен быть тайм-аут. Потому что этот тайм-аут, он может быть невероятно каким-то огромным значением, типа день, чтобы для вашего приложения не было нужно, но рано или поздно вы увидите, что этот тайм-аут, он случился, потому что под капотом что-то сломалось. Как же нам await сделать с тайм-аутом в Async и await сценариях? Вот в чем дело. Если мы начинаем вот с подобного рода кодом, мы не можем просто сделать это легко, await с тайм-аутом, потому что await не дает нам такой способности. Как же мы можем имплементировать это? Здесь есть пара решений. Давайте на них посмотрим. Давайте посмотрим на демку. Что мы здесь делаем? Давайте запустим это приложение, посмотрим, как оно работает. Здесь мы делаем вот что. мы начинаем с кода, который, по сути, назначает две задачи в одно и то же время. То есть, программа обрабатывает операцию, которая ждет бесконечно долго. Это может быть одна минута, но в вашем приложении это может быть дедлог навсегда. В то же время, мы с throw time at exception здесь назначаем, здесь мы ждем одну секундочку и затем у нас происходит фиксация exception. Вере, как бы происходит throw exception. То есть, мы await то-то-то, когда и то-то, когда и так вот, можем ли мы как-то упростить эту штуку, чтобы мне нужно было писать вот это вот если throw, то-то, 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 то-то. Нам нужно для этого представить два вот этого экстеншена, который берет логику, которую мы создали, configure await false и так далее, и так далее, и каждая строчка кода, когда туториал вам говорил, ага, просто пиши сюда await и все будет работать, теперь вы понимаете, что вам нужно писать await operation dot timeout dot configure await false. и вот так в принципе должна работать вся ваша кода, вся ваша база кода, и не говоря уже о том, как работать с эксепшнами, сквознуть через весь таск, наверное, у вас еще будет таск, await operation dot handle exception dot configure await false, и теперь у вас одно ключевое слово, которое соответствует длиннюющее строчке. А может, можно это сделать лучше? Есть еще пара трюков, которые мы можем здесь реализовать. Можем еще раз имплементировать синхронизационный контекст, то есть мы используем синхронизационный контекст helper, так как мы это делали с await sink метод и await void sink метод. И мы заменяем синхронизационный контекст, здесь происходит немножко магии, и в определенный момент мы запускаем еще одну операцию, которую здесь сделает нам throw exception, и этот exception капчурится вот на этом таске здесь. То есть строчка, которую мы получаем здесь, посмотрите, await custom context, тоже не то, что вы бы хотели, таким образом посмотрим на другое решение, то работа с custom task типом. И начиная с C-sharp 7 что-то, мы можем имплементировать кастомные типы тасков и специфицировать, как они конструируются. Посмотрите на этот метод. он возвращает timeout table task. Это кастомный тип, который мы специально здесь обозначили. Для него нам нужно назначить билдер, который скажет timeout table task, он собирается используя вот этот билдер. И этот timeout table task должен предоставить метод, чтобы двигаться дальше, и дальше, и дальше. Он должен использовать операцию move next, и затем мы триггерим throw timeout, exception, и затем мы просто в принципе у нас происходит move next стандартного состояния машинного кода. И в принципе операция наша чуть-чуть почище, и у нас timeout table task вместо task, и вроде все работает. Вопрос здесь вот в чем. Если в какой-то момент кто-то берет этот timeout table task и поменяет его на обыкновенный task, мы потеряем вообще весь этот фич вот это await timeout. То есть решения хорошего, которое работало бы здесь сразу по умолчанию, нет. И, наверное, самое надежное решение это на решение с extension metan, то есть вы специфите await, operation, timeout, как происходит работа с exception-ами и так далее. И все это мы должны делать сквозно через весь наш код. замечательно. Разочаровывать такое решение. Продолжим. Async и await они ломают еще один принцип программирования, а именно не повторяйся. Вы, наверное, заметили, что во время переходного периода с синхронного на асинхронный код многие операции во время в датонсфер фреймворке и библиотеках начали предоставлять два метода, которые эффективно делали одно и то же. Которые, в общем, делали одно и то же. Первая операция, а другой operation async, возвращая таск и выполняя задачи осилохоронная. К несчастью, оказалось, что эти операции не могут быть имплементированы, используя друг друга. Почему? Об этом поговорим. Но, если мы попробуем декомпилировать операцию для того, чтобы написать file write all text или file read all text в этом примере, и мы декомпилируем или возьмем источник из вотной платформы, мы видим, что синхронные операции выглядят вот так вот. То есть, у нас есть некоторые ассорты здесь, и мы используем stream reader для того, чтобы read file to end, прочитать файл до конца. Что происходит в асинхронной операции? Замечательно. Тут все чуть сложнее. И вы видите, что здесь код гораздо длиннее, и... В принципе, задача та же самая. То есть, файл читается асинхронно, и... синхронная операция при этом система использовать не может. Асинхронная операция не может использовать асинхронную операцию. То есть, нам реально нужно имплевать в одной и той же логике дважды. Один раз для синхронной, другой раз для асинхронной операции. Не говоря уже о том, что этот метод возвращает нам таск, и если мы хотим вернуть value-таск метод, опять же, мы не можем использовать этот код, нам нужно приментировать еще другой метод. Таким образом, нам нужно повторяться еще раз, и еще раз, и еще раз, три раза. И, похоже, нам придется делать это наверное, пару лет, мы будем с этим еще возиться, пока наконец-то все и весь код мигрирует на вот этот новый даткор, на новую версию даткор, и все будут использовать асинхронный код. Конечно же, будут легоси-приложения, которые по-прежнему нуждаются в том, чтобы работать на синхронном коде, синхронных операциях. Так что, такие и вы, ситуации, возможно, останутся с нами навеки. Далее. Инверсия зависимости. Давайте поговорим о том, что это такое, причем поговорим, почему это плохо. Инверсия зависимости говорит о том, что мы всегда должны имплементировать вещи, которые работают на основании абстракции, а не реальных имплементаций. То есть, в C-Sharp мы можем подумать об этом, как мы пишем код, используя интерфейсы, а не полагаясь на реальные классы. И теперь, потому что мы должны использовать интерфейсы, мы можем задать вопрос такой, как мы заменяем стринг? То есть, у нас есть систем стринг-тайп, что если мы хотим использовать к нему свой систем кастом стринг, а не систем стринг, кастомный стринг. И возникает против, ответный вопрос, а зачем вообще вам нужно заменять стринг? Что с ним такого, с этим стрингом в C-Sharp? Хочу ответить на вопрос косвенно. Посмотрим на историю пару других платформ. Например, Java. Что они сделали в Java 9? Они имплементировали или поменяли внутренности Java Line String, чтобы сократить ресурсы памяти, которые используют Java. То есть, стринг в Java изначально это был просто массив символов под капотом. Однако, большинство стрингов, которые мы используем, опять же, потому что у нас корректор 16 битов у нас, а большинство стрингов у нас а стринки, то мы просто используем кучу пространства для того, чтобы поддерживать эти стринги. Затем, что же нам следует далее делать? Нам, мы могли бы, вернее, хранить эти стринги в PyTorx. Вот что Java и сделал. JVM Hotspot поменял имплементацию и таким образом, если стринг это азкий стринг, то он хранится, используя Byte Array, а не Character Array. Таким образом, под капотом мы получаем обратно 50% пространства, которое занимает стринг. Если говорить о конкотенации, то до Java 9 стринг плюс стринг, все эти конкотенации компилировались при помощи stringbuilder append операции, но, однако, stringbuilder не может быть эффективным, или просто можно в принципе это делать все более эффективно. Таким образом, в Java 9 было решено поменять код, который использует компилятор, это не stringbuilder, а pen, там используется вместо этого динамическая инфраструктура, которая генерирует вам просто код в рантаймах, и этот код затем может быть генерируем так, чтобы он использовал все фичи платформы. Таким образом, у вас есть проблема, у вас есть фактически, да, совместимость, обратная совместимость с вашими стрингами, и если вы меняете версию ходспота, то можно использовать другие, другую контактенацию стрингов, чтобы повысить производительность. Это в джабе. Что случилось в фейсбуке? Есть замечательная презентация Николаса Оброда, которая называется «Странные детали STD-стринг на фейсбуке». Фейсбук имплементировал свои C++ стринги и получили прирост производительности на 1%, заменив стринг глобально, один стринг глобально во всем коде компании. Вы скажете, ну это же 1%, а теперь представьте о фейсбуке, вы говорите. Миллиарды пользователей. У них сотни машин как бы в этот код сейчас перерабатывают. 2000 машин они там просто сейчас сразу же освободили, просто заменив один стринг. Магия. А теперь V8, JavaScript, движок V8, которые используют Node, Lecombrose, они поддерживают многие разные имплементации объектов, в зависимости от того, какой объект у него property, потому что объект в JavaScript это по сути дикшонария, он использует хэш-модель, но большинство объектов, у них пара свойств, они не меняют shape, свойства не добавляются и не удаляются из этих объектов, таким образом эти объекты можно оптимизировать и в зависимости от формы объекта, от необходимости использовать характеристики кода, V8, движок, может на самом деле запускать объекты различным образом, чтобы поддерживать различные сценарии и улучшать производительность. Таким образом, вы видите, что все эти вещи, которые нам даны или взяты у нас, те, которые мы воспринимаем как данные, тем не менее, являются теми объектами, где можно измечиться под капотом, чтобы повысить производительность. И возникает вопрос, как же нам в C-Sharp или в .NET точнее поменять string? Ответ, нельзя это сделать, мы не можем это сделать, потому что string это класс, не говоря о том, что это, более того, это закрытый класс, изоизолированный класс, простите, более того, все литералы string'ов также имплементированы или компилированы на создании систем dot string класса, а не массива символов характера rain. То есть, мы не можем поменять string, потому что у нас соответственный изолированный класс, и это, соответственно, разрушает нам наши принципы инверсии, зависимости. возвращаясь к async и await, что у нас есть в async и await? Так называемые цветные функции, представьте себе язык, в котором ваш метод должен быть одного из двух цветов, либо зеленый, либо красный, а когда дело доходит до call функции, то green функция, а зеленая функция, может делать call другой функции, технически, может это сделать без потенциальных каких-то проблем, но зеленая функция не может сделать call к красной функции, и красная функция может сделать call к красной функции, наверное, не должна делать call к зеленой функции. И что это вам за такой язык? Вы можете, в принципе, спросить, а почему вообще у нас такое может быть? И на самом деле, именно это мы получаем в C-шарп, потому что зеленый наш метод, это метод, который не async, который не возвращает и вы посмотрите, void foo может сделать запрос к другой void foo, но никогда не будет делать call к async task foo, потому что он не может его await, как мы уже показали, async должен всегда быть выше в коде, то есть async никогда не должен, в принципе, синхронный метод никогда не должен обращаться к асинхронному. Вы также не должны посылать запрос к синхронному методу от асинхронного, потому что таким образом вы блокируете thread уровня операционной системы, теряя все преимущества async await, потому что вся суть async await состоит в том, чтобы никогда не блокировать операционную систему, thread уровня операционной системы, но это еще даже не конец, потому что есть еще один тип в C-шарп, который называется value task. Таким образом, у нас эффективно есть три цвета наших функций и синхронные функции, есть асинхронные функции, которые должны всегда завершаться синхронно или делать это по крайней мере максимально часто, чтобы они могли возвращать value task, который не должен быть, который не нужно await, чтобы heap memory не заваливать. Таким образом, вы наблюдаете, что вы можете делать запрос от value task operation, друг value task, теперь, когда вы обращаетесь к task, от value task, это уже несложно, не так просто, вернее, таким образом, это состояние C-шарп на сегодняшний момент. У нас есть система с функцией разных цветов, которые не могут обращаться друг к другу. И у нас нет интерфейса их взаимодействия. Мы не можем контролировать то, как происходит имплементация task, потому что все эти методы конкретно прям обозначены, у них обозначено время возврата. И это конкретный value task. И хочу завершить свое выступление на счастливом моменте. Давайте посмотрим, можем ли мы, в принципе, здесь сделать что-то лучше. Если говорить о синхронном коде, то, конечно же, вся идея синхронного кода в том, чтобы не блокировать уровень, трет, уровень операционной системы. Если вы блокируете трет уровень операционной системы, то вы вообще полностью, как бы, упускаете суд асинк-кода. Но это не значит, что не нужно блокировать, это значит, что не нужно блокировать уровень третей операционной системы. Можем мы же блокировать что-нибудь другое. Если посмотреть на то, как имплементируется C-Sharp, то я подробнее говорю, об этом в других презентациях, так как есть, асинк-C-Sharp как бы, соответственно, имплементируется на уровне корутин-компайлера, у нас происходит где-то трансформация методов на уровне корутин-компайлера корутин-компайлера. Далее у нас происходит промисс-оргистрация, потому что у нас есть глобальный соревновационный контекст, который является сервис-локатором, который делает всю оргистрацию, запускает предложение и так далее. И мы статически связали промисс-факторе, потому что мы конкретно указали записанный тип метода конкретно в коде. Мы не использовали зависимость, инверсии зависимости, зависимости, и мы конкретно статистически специфицировали здесь. Но мы можем сделать это еще лучше, и потому что у нас есть пара еще только минуточек, я еще раз хочу рассказать об одной, еще одну презентацию, которая называется Async in C Sharp, где объясняется, как все работает под капотом, но в целом общая идея состоит в том, что мы имплементируем пару этих вещей самостоятельно, чтобы корутины здесь мы используем Fibers, как такое ядро зеленого уровня операционной системы, и мы используем монады, чтобы избегать static rebound promise. Давайте посмотрим, как это работает в действии. Так как у нас не так много времени осталось, я просто буду приближаться к последней части своей демки, рекомпайл, рекомпайл, так вот. Здесь мы делаем вот что. Мы бы хотели, чтобы у нас было две операции, и они должны выполняться вместе, асинхронно. то есть изначально мы бы запустили два джоба здесь, internal job и side job, и internal job посылает запрос к другой синхронной операции, но await не происходит напрямую, просто печатает нам, где мы, еще одна, один утренний джоб, ждет две секунды, и пишет нам вот что, и затем мы в конечном итоге ждем вот этот джоб, и так как у нас был здесь await, и так как у нас здесь есть дилей, то эта штука эффективно будет ждать две секунды, и таким образом мы можем экзекьют на том же трезе, и, соответственно, нам код печатает то, что нам нужно. Мы получаем то же самое поведение в лучшем решении, не используя Coroutine Compiler Transformation, не используя вот эти вот цветные функции, но между тем все равно мы поддерживаем здесь асинхронные обращения. Итак, что же мы теперь делаем? Мы используем Fiber, то есть у нас должна быть поддержка Coroutine. Адам, спасибо за доклад, было очень интересно, и пока мы ждем вопросов от зрителей, которые можно задавать в чатике на странице с докладом, либо по номеру 8 800 707 0268. У меня есть свой собственный вопрос. Адам, скажи, пожалуйста, в C-Sharp асинк, по твоему мнению, не идеальная конструкция, есть ли языки, в которых подобное было сделано идеально? Отличный вопрос. Асинк и Ауэйт действительно как бы встречаются в других платформах. Например, в Джава, в Питоне, Раст Котлин и так далее. На других платформах там тоже есть подобного рода цветные функции, но я, честно говоря, не знаю, я одну платформу, где это сделано, было бы максимально корректно, но Джава работает над проектом, под названием Люм, последние пару лет, они пытаются имплементировать вот то, что я презентовал в последней своей демке. Они хотят действительно сделать этот зеленый thread на уровне User Mode, и этот thread на самом деле не блокирует операционную систему и уровень операционной системы. И, соответственно, пока нету платформы, которая бы делала это максимально хорошо, не ломая, так сказать, фундаментальные принципы программирования, как это делать в C-Sharp, я надеюсь, что Джава, по крайней мере, посмотрит на это с другой стороны, и, возможно, это, в принципе, повлияет на вычислительный мир и станет ясно, что у нас, может быть, асинг-код все-таки делать без этих дурацких цветных функций, как в C-Sharp. Спасибо за ответ. У меня появился второй вопрос. Как ты думаешь, почему так получилось, что Microsoft в C-Sharp реализовала асинг так не идеально? Очень хороший вопрос, опять же. Fibers на Windows были там с самого начала. Это не то, что какой-то конструкт, который появился для C-Sharp или для платформы. Нет, это часть WinAPI. И платформа .NET экспериментировала с Fibers довольно давно. Есть книга, не помню автора, сейчас попробую о ней рассказать. эффективная конкуренция на Windows. Там было объяснено, что использование Fibers на C-Sharp это была идея, от которой отказались. И .NET перестал поддерживать Fibers. То есть официально .NET не поддерживает Fibers. И поэтому у нас есть проблемы в C-Sharp, потому что, если говорить о locking construct, то Fibers там сложновато работают. Вы меняете Fibers и вы используете Mutex Primitive и таким образом вы приходите в контекст, в котором вы использовать не хотите, потому что вы поменяли Fiber. Тем не менее, у нас есть те же самые вопросы теперь с C-Sharp. Я не могу сказать, почему они решили не использовать Fiber, но я знаю, что в определенный момент в принципе была такая вот мысль в Microsoft, что Fiber плохо используется. Их не надо использовать, надо их избегать. В итоге это привело к тому, к чему привело. Спасибо за ответы на вопросы. только в Java сейчас стараются использовать Fiber и спасибо за ответы на вопросы.